Проект закона об отдельных вопросах социального предпринимательства на территории Забайкальского края внес на рассмотрение губернатор Осипов. Согласно законопроекту будет расширен список предпринимателей, которые могут получить весомую финансовую поддержку в виде грантов. Социальным предпринимателям в Забайкальском крае у нас конкретно оказывается поддержка уже второй год в виде предоставления грантов в сумме до 500 тысяч рублей, поэтому мы считаем, что это достаточно существенный вид поддержки и федеральным законом предусматривается, что субъекты Российской Федерации могут расширить категории социальных предпринимателей для того, чтобы учесть местную специфику. Всего федеральным законом определено 4 категории социальных предпринимателей. Первая категория это субъекты малого предпринимательства, которые обеспечивают занятость социально уязвимых слоев населения, скажем так. Сюда входят инвалиды, одинокие и многодетные родители, пенсионеры граждане предпенсионного возраста, выпускники детских домов возраста до 23 лет, беженцы, малымущие граждане, лица без определенного места жительства, а также лица, признанные внуждающимся в социальном обслуживании. Вторая категория социальных предпринимателей это малый бизнес предпринимателей, которые обеспечивают реализацию производимых товаров, производимых именно этими гражданами, которые перечислены к первой категории. Третья категория социальных предпринимателей это предприниматели, которые обеспечивают, ну то есть направлено их деятельность на производство товаров, который как раз предназначен для социально уязвимых категорий, которые перечислены в первой категории. Ну и четвертая категория социальных предпринимателей это субъекты малосредственных предпринимателей, которые осуществляют деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей. В случае, если предприниматель попадает в одну из перечисленных категорий, то он может рассчитывать на ряд государственных льгот. Согласно изменений, было предложено внести в список четвертой категории деятельность по оказанию услуг, предусматривающих медико-социальное сопровождение лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, и деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Также было предложено внести в первую категорию детей граждан, прибывающих из ближнего зарубежья. Ну то есть дети тех людей, которые к нам приезжают на заработки, по сути. И, соответственно, там похожее предложение, вид деятельности, дополнить оказание социально-педагогических слуг, направленных на вовлечение детей, лиц, прибывающих из стран ближнего зарубежья. Никто так и не понял, по какой причине данная категория является социальной, а потому последнее предложение было отклонено. В итоге закон был принят в первом чтении и будет рассмотрен осенью с учетом всех доработок.